Установленными карантинными мерами пока не удается остановить пандемию. С опасной болезнью круглосуточно борются медики. При работе с инфицированными высока вероятность заражения. Соответственно, архиважное использование средств индивидуальной защиты. О почти военных буднях врачей репортаж программы. Что касается заболеваемости врачей скорой, то, как и все люди, они уязвимы только в большей степени. Персонал службы 103-я, обязанность оказания первой помощи в зоне риска. На Ташкентской городской станции работают 2554 сотрудника. В режиме нон-стоп на выездах 204 бригады. Согласно инструкции и требованиям сегодняшнего дня по протоколу коронавируса, выездная бригада скорой медицинской помощи, утром заступив на смену, у медсестры по укомплектовке сумок получают средства индивидуальной защиты. Это одноразовые комбинзоны, респираторы, одноразовые маски и колпачки, которые мы еженедельно получаем согласно утвержденной разнарядке. Получаем еженедельно, которая раздается на основании разнарядки по подстанциям города Ташкента. Обеспеченность на сегодняшний день в данное время составляет на три дня. Городская станция скорой медицинской помощи обеспечена антисептиками и унидезами, которая выдается в каждую индивидуальную машину и на подстанции имеется для обработки рук. С марта месяца по июнь месяц на станции скорой помощи заболели пять сотрудников с диагнозом COVID, которые прошли своевременное лечение в стационарах города Ташкента и на сегодняшний день приступили к работе. На обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты и соблюдения всех профилактических и санитарно-гигиенических процедур повышенное внимание уделяется на каждом этапе работы. Мы были сейчас на заявке, где жалобы были на боли в сердце, артериальную гипертензию. Коронавирусная инфекция в анамнезе у родственников ни у кого температуры не наблюдалось, а больные, которые с ними в контакте не были. Из-за этого мы приехали назад в форму, потому что контактов у данного больного не было с другими пациентами. И эту форму мы будем утилизировать уже на подстанции. Каждую смену нам выдают костюмы, маски, все, что полагается в данной ситуации. При обслуживании больного с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19 средства индивидуальной защиты утилизируются в соответствии с правилами инфекционной безопасности в стационаре, куда был госпитализирован больной. При следующем вызове бригаде выдаются новые комплекты. Мы только что вернулись из очередной заявки с больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. При выезде на заявку нам выдают на каждого персонала отдельную форму. При госпитализации больного мы вот этот весь набор снимаем и оставляем в инфекционной больнице. Еще одна бригада скорой направилась по адресу вызова. Работы много. Государством сегодня принимаются все необходимые меры по противодействию пандемии коронавируса. И данный процесс обусловлен в первую очередь профессионализмом, самоотверженностью, готовностью оказать помощь в любой, даже самой сложной ситуации медицинских работников. 280 бригад скорой помощи неустанно трудятся и в Ферганской области. И каждое дежурство сопряжено с определенными сложностями, которые нужно преодолевать, не останавливаясь ни перед чем. Алиор Мумин в 1991 году, закончив вуз, начал свою трудовую деятельность в качестве фельдшера скорой медицинской помощи в городе Фергана. Могу без преувеличения сказать, что очень люблю свою профессию. Даже не думаем отступать назад. Нужно будет, станем работать еще больше. Нас поддерживает наше государство, наш народ. Наш труд материально поощряется. Говорит, что это его долг, который он старается выполнять добросовестно, как и все другие коллеги. Не думающие об отдыхе, собственном благополучии и старающиеся как можно скорее оказать необходимую помощь нуждающимся в ней соотечественникам. Ведь каждое обращение связано со здоровьем, жизнью человека. Разве можно в такой ситуации работать по-другому? Отдельное внимание уделяется регулярной дезинфекции и обеспечению безопасности. Мы в полной мере осознаем, что от нашего труда зависит здоровье людей. И стараемся работать в полную силу. Да, медицинские работники сегодня впереди стараются своим самоотверженным трудом, стойкостью и решительными действиями оградить всех нас от опасной чумы. Порой что скрывать, рискуя собственным здоровьем, благополучием. Они и такие же простые люди с простыми человеческими слабостями. Но в трудные для всех минуты, не задумываясь, делают то, что обычно расцениваем как героизм. Без пафоса, оглядки назад, страха или же сомнений. Они среди нас. Они всегда рядом и всегда готовы протянуть руку помощи.